Тысячи горожан сегодня устремились на отдых за пределы Петербурга. Воздух уже прогрелся до 26 градусов и возможно это не предел. Особенно тяжело переносится жара в общественном транспорте и салонах машин. Сказываются духота и ограниченное пространство. А в пробках вынужденное принятие солнечной ванны в перемешку с выхлопными газами может закончиться тепловым ударом. Какая дорожная обстановка сейчас на Приморском шоссе мы узнаем у Егора Киселева. Егор, здравствуйте! Можно ли сейчас проехать в сторону курортного района? Здравствуйте, Андрей! Если ехать на природу, то стоит выбрать Сестрорецкое направление. Приморское шоссе двигается настолько свободно, что немного растерявшись, задумавшись, можно даже заработать штраф за превышение скорости. Небольшие проблемы возникли только на пересечении Школьной улицы и улицы Савушкина. Там трасса соединяется и те, кто двигается по второстепенной дороге, вынуждены уступать, немножко постоять. Также пробка была вблизи по стаге БДД. Там в какой-то момент сломалась машина и весь поток двигался в один ряд. Но, впрочем, сейчас эту проблему уже устранили. Люди знающие подсказывают, что в эти минуты пробка может возникнуть только при подъезде к Сестрорецку. Но при выезде из города, где находимся сейчас мы, традиционно она возникнет около 12 часов дня, когда побольше горожан проснутся, соберутся на дачу и сядут за руль. Так что, если вы собрались на природу, есть резон поторопиться. Андрей. Спасибо, Егор. Это был Егор Киселев. Он сейчас на Приморском шоссе, где уже начинает скапливаться пробка.